Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня в этой программе у нас будет такой небольшой поэтический экскурс. Поговорим о поэзии, о том, насколько поэзия сегодня необходима, не находится ли она на запасных, что называется, путях, или всё-таки имеет своего читателя, если хотите, зрителя, потому что многие поэты пытаются читать свои стихи и пытаются собирать свою аудиторию. Ну и потом есть всевозможные интернет-сайты, где огромное количество поэтов, которые пытаются убедить читателя в том, что они имеют право носить это слово. Но вот Виктор Сергеевич Марков, который сегодня у нас в очередной раз в гостях, действительно имеет на это право. Он у нас поэт, художник, заслуженный работник культуры Московской области. Здравствуйте, Виктор Сергеевич! Здравствуйте, Николай Пивненко! Вот давайте сразу же начнем. Лето, когда все люди немножко расслабляются. Те люди, которые добираются до моря или до каких-то, скажем так, мест отдыха, куда отправляются артисты. Артисты туда едут, чтобы заработать. Исполнители, певцы, в том числе и творческие встречи проходят и так далее. То есть пытается поэзия достучаться до людей, может быть, и вот в такой летний период. Лето для поэта, вот как для вас, летом лучше пишется или в зимний холодный вечер, под треск, я не знаю, там, костра больше рифма работает? Ну, мое мнение, для меня лично, вот, для меня все четыре времени годы одинаковые. То есть работают в муза. Я постоянно работаю, да. И не жду никогда вдохновения. Я практически работаю ни дня без строчки. Последние три-четыре года. И я не согласен с теми, кто вот экспромтом сразу, сходу, не работая над текстом, стихотворным, выдает куда-то в эфир, на телевидении, или на радио, или в печать, в газету, или в сборнике печатает. Над текстом, над стихотворной строчкой надо работать постоянно. Вот, мое личное мнение. Ну, то есть это как профессиональный подход? Да, только так, да. Ну, вот, смотрите, вы говорите, что у вас, вы не ждете вдохновения, то есть оно получается все время с вами, и строчки, что называется, не дня без строчки. То есть как это происходит? Вы прямо вот садитесь в какое-то определенное время, начинаете писать стихи, работать со строчками, или как? Нет, немного не так. У меня выработана своя методика, кстати говоря, вот последние вот даже. Ну-ка, давайте-ка, методика Маркова. Три-четыре года, да. Да. Ну, я немного такую, на сто процентов методику немного попродержу при себе. Ну, понятно, что это ваша методика. Да, не буду раскрывать. А лично я работаю, вот, например, над стихом, над стихотворным текстом таким образом. И рождаются строчки не каждый день у меня тоже. Иногда день, два, три недели, даже может и две, не быть ни одной строчки. Но появляется тот промежуток, что-то вот, какой-то вот, как говорят, открывается клапан, вот здесь, наверху, творческий, своеобразный. И начинают идти строчки. Идут, 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 идут. А в музу вы верите, что муза в этот момент не спущает? Я могу написать, вот, сразу 50 строчек. И я вам сказал, ни дня без строчки, это не значит, что я каждый день по строчке выдаю. Это я их делю, вот. Но потом вы над ними работаете. Да, да. В то время, пока другие строчки не приходят. Если мне что-то не пришло, я сажусь над старыми текстами, над старыми записями, вот, над черновыми. И их переделываю, перечитываю, вот, и меняю строчки. Сначала слова, естественно, строчки, строфы целые заменяю. Хорошо. И строю стихотворения, вот. Ну, а вот эта знаменитая фраза, как там у Высоцкого есть, «Меня сегодня муза посетила, немножко посидела и ушла». То есть вы верите в музу, что-то такое, может быть, божественное, я не знаю, или нематериальное, что неожиданно вот снисходит на человека, на поэта? Ну, вот это есть, как я сейчас объяснил, да. Вот это, наверное, самое, да. Или какой-то разогрев идет, или ты сел вот над старыми, например, и вдруг вот в этот момент вот начинает идти. Идет, идет, и в этот момент надо постоянно записывать. Иначе, если ты не записал, уйдет. Я работаю на бумаге, вот, шариковой ручкой. Большинство, я знаю, работают на компьютере сейчас. Я этого не знаю. То есть рука должна. Да, 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 да. Вот это чувство бумаги, вот, как работали великие все, вот, на протяжении... Ну, просто Вы еще и чувствуете, как слова выписываются. Это придает, наверное, какой-то смысл. Я не, к сожалению, вот так вот я вот, вот я так работаю. Давайте, подержите, мы покажем, да, вот просто такой лист. Вот черновой, да, черновик мой, да. Причем он переписан, как у истинного поэта, с разных сторон, слева направо, сверху вниз. Абсолютно вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Хорошо. Ну, давайте мы что-нибудь прочтем, с чего начнем сегодня, из какого произведения, чем бы Вы нас порадовали? Ну, так, чем порадовать... Я вижу, что Вы принесли с собой сборники. Да, вот все у меня... И там у Вас специальные закладки, в которых есть какие-то... Да, выбирал, да, да, много. Тут не хватит, наверное, все читать. Ну, давайте, с чего мы начнем? Читать, да, не хватит, наверное, времени, вот, нашей передачи, нашей записи. И вот я пронес пять сборников, а там вот я представлял вашему главному редатору, как автор, я шести, но пока, вот, вроде обещали, в типографии уже три недели находятся. Ну, уже хорошо. Мои избранные должны были выйти, но почему-то еще пока не вышли, к сожалению. Вы же уже для себя этот сборник создали, да? Ну, там мои все вот, лучшее все собрано. Надеюсь, может быть, в будущем, может быть, мы еще... Хорошо. Ну, давайте мы начнем. Какое стихотворение прочтем для начала нашего сегодняшнего поэтического разговора? Ну, для начала поэтического разговора, наверное, вот это прочту. Давайте. Слово ищу в памяти, вставляю в строку, декламирую Пушкина, памятник вдохновенно и четко. Ранние травы кашу, сено сушу, копнаю, подмоги у Бога прошу, Есенина вспоминаю. Рубцова читаю и Тряпкина, повторяю Блока и Фета. Бывают на солнце пятна, но их разгоняют ветры. То есть такое стихотворение, в котором вы совместили сразу несколько известных поэтов и такое дыхание, поэтическое дыхание. Да, это мои любимые поэты. Ну, кстати, лето – период тоже такой поэтический. Вот мы до начала программы с Виктором Сергеевичем говорили. Ну, во-первых, летом Пушкин родился. Во-вторых, вот в июле месяце ушли из жизни поэты и Лермонтов, и Высоцкий и так далее. То есть лето такой, с точки зрения биографии, ну, скажем так, поэтический, что ли, период. И скажите, вот эти поэты, которых Вы любите, те имена, которые всем известны, Вы что, что-то подсматриваете у них? Или это просто некая такая любовь, но сами стихи все-таки пишете свои собственные? Не пытаетесь подражать? Даже сами того не понимаю. Да. Вообще, в любом виде творчества подражание – это не особо считается хорошей чертой. Вы тоже прекрасно знаете. Конечно, да. Во всех видах творчества, не только поэзия. Надо быть самим собой. Да, да. Искать, наверное, свое собственное язык, свою походку. Или вот как в Высоцком, мы о Высоцком заговорили, «Своя колея». Вот ежегодно есть передача, Вы знаете, каждый год «Своя колея» с Никитой, который ведет эту передачу. То есть, каждый должен быть самодостаточным. А Есенина строчка дословно я привожу тоже. У всего своя походка есть. Своя. И именно вот свое надо собственное, личное «я» вырабатывать. А учиться надо обязательно, я считаю. Учиться надо только... В основном, в основе своей, 80-90% надо учиться, конечно, у больших поэтов, у великих, у выдающихся. Их читать и перечитывать надо. Да, но они все разные, они по-разному подходят к тексту. Потом вспоминается тут русский язык очень где-то там вдалеке в памяти. А все зависит, конечно, от учителей, от педагогов по поводу вообще, что такое стихотворение. Не зря это называется. Не просто стихи, а стихотворение о том, что существует там ямб, хорей и так далее. Ну, то есть, совмещение, еще понимание, как мне проще писать, да? Да, да, да. Наверное, если когда-то были времена, что и Маяковского не воспринимали, и что там далеко ходить, того же Высоцкого не считали по этому, я имею в виду, некие такие официальные литературные власти, эпоха Бродского и так далее. То есть, скажите, вот вы для себя в каком поэтическом формате работаете, как говорят сегодня? Как вы его определяете для себя? Ну, я работаю преимущественно в пейзажной лирике. На первое место у меня пейзажная лирика, так как я сам художник, вот еще пишу пейзажи, в основном пейзажи, у меня есть портреты, но их меньше, а в основном пейзажи. Также у меня и в поэтической походке... То есть, поэтическая картина. Да, свойственно тоже пейзажная лирика. Ну, давайте мы еще прочтем что-нибудь из пейзажной лирики. У нас в студии Виктор Марков, поэт, художник, сборник от всей... От весны до осени. От весны до осени. Вот как раз тоже, видите, от весны до осени. Ну, тогда вот русский пейзаж. Давайте, отлично. Отвечательно, давайте. Русский пейзаж. В крапинку идет високосный год. Дождь потихоньку капает. Галки сидят на слеге. Скворцы суетятся в поле. День в тополиной пурге. А душа тем более. Пейзаж и добычного прост. Родина слева и справа. Речка, лесок, погост. Солнышко самое главное. Ну, вот, да, вы читаете и, в принципе, ты как-то сам начинаешь рисовать себе свою собственную картину. Воображаешь, да, воображаешь. Да, воображаешь, конечно, да. По этому, после этого. Да, это говорит о том, что, ну, вот, как читаешь любое произведение, где есть герой, да, если оно хорошо прописано. Единственное, что там, ну, скажем, в произведении еще диалоги добавляются, да, еще характер проявляется. Ты как бы сам, если это, конечно, нет киноверсии, которая может убить твое собственное представление. Мы представляем, да, этого героя, как он выглядит, как он одет, что он говорит, как он двигается и так далее. А в данном случае мы с помощью вашего стихотворения, да, вот погружаемся в эту атмосферу пейзажа. И вот тут возникает тогда вопрос к вам, как художнику, может так получиться, что, когда вы работаете над какой-то картиной, у вас могут родиться строки? Или наоборот, увидеть, ну, рожденные строки, потому что, я так понимаю, они тоже появляются, может быть, прямо сейчас, увидев что-то, либо по памяти, потом картина может появиться. Есть вот эта взаимозависимость? Есть, присутствует. А как она работает? И с той, и с другой стороны. Если, например, я работаю над пейзажем, у меня может появиться, да, и поэтическая строчка, может быть, не одна даже. И наоборот, вот, если я работаю над стихом, вот, над стихотворными строчками, вот, но я сразу, может быть, не сажусь там, и она где-то, у меня под рукой не может быть там картона, холста, вот. Вот, но у меня она в памяти остается, я могу использовать это, вот таким вот образом. Понятно. И я стараюсь опоэтизировать вот свои вот пейзажи, вот, вносить в них поэтическую вот такую канву обязательно. Давайте сейчас сделаем, да, небольшую паузу, и вот во второй части еще больше поговорим мы о художественной составляющей, еще будут стихи. Напомню, что у нас в гостях Виктор Сергеевич Марков, поэт, художник. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа посвящена поэзии. К нам приходят сюда поэты, или мы говорим о других поэтах, которые сыграли свою определенную роль, в том числе и в жизни городского округа Люберцы. А Виктор Сергеевич Марков уже был у нас в гостях, и вновь мы его пригласили, чтобы послушать его стихи, и чтобы понять, как работает поэт, потому что иногда нам даже трудно на это ответить, но все-таки лучше услышать из первых уст. Итак, Виктор Марков, поэт-художник. Мы остановились на том, что у вас такая взаимосвязь между живописью и литературной деятельностью. А вы не пытались совместить и сделать такой сборник, чтобы была картина или цикл картин и какое-то стихотворение, посвященное этому, или связанное с этим? Да, да, такое есть, присутствует в планах. И где вот сейчас я издаюсь, три сборника издал, и чего должна выйти? Избранная выйти в издательство «Новый ключ» Московский, директор издательства мне предложил вот такой вариант. Вот совместить живопись и стихи, живопись и стихи. Знаете почему? Потому что вот сегодня, если мы возьмем интернет, да, социальные сети, они ведь, вы, например, картину мы показываем, это одно ощущение. А если мы картину, скажем так, картинку, да, как это говорят у нас, если мы на эту картинку еще кладем какой-то текст, то уже другая информация. То есть зритель начинает считывать это все по-другому. Вот поэтому, возможно, такой новый вид искусства, да, совместить два, может быть, даже разных, но творческих начала в человеке. Так что ждем от вас. Спасибо. Ну, это тоже будет, наверное, пейзажная история. Да, наверное, да. Может быть... Но это не новое, конечно, явление. Нет, безусловно, очень много художников. Можно все делать, но зависит от финансовой составляющей сейчас. Вот наше в рыночное время, к сожалению, понимаете, Николай, все упирается. И сейчас почему? Вот мое мнение, вот, все на порядке, все сейчас ниже в творчестве во всех видах. Потому что, как при переходе на рыночные рельсы, есть такая пословица, альпоговорка, кто заказывает музыку, то хватит, то заказывает музыку. Так это? Ну, то есть конъюнктурка работает. Да, работает. Конъюнктурка работает. Работает. Кстати, мы вот до программы говорили с вами... На всех парах работает она, между прочим. А музыкальной поэзии, вот вы не пытались писать песни или какие-то тексты для исполнителей? Не было такого? Специально нет, но три песенника, которые написаны у них, у троих, на моей стихии. То есть есть? Есть, да, да. Вот вы говорите, что у вас пейзажная лирика. А помимо пейзажной, куда-нибудь уходили вы в какое-нибудь другое направление или все-таки оставались верны себе? Нет, не уходил никуда. В основном вот работаю в этом направлении. Тогда давайте следующее стихотворение. Какое мы прочтем? Из какого сборника? Может быть, из этого тоже. Из этого же, да? От весны до осени. Мы как раз в этом сейчас пространстве находимся. Как называется стихотворение? Стихотворение называется «От весны до осени». А вот как раз как сборник, да? Да. Который дал название сборника. Да, это я к своему выпуску посвятил дню рождения. Я родился весной. Но несмотря на то, что я, Николай, родился весной, мне ближе, вот как художнику и как поэту, близка очень осень сильно, понимаете? Я сейчас осеннее еще вам прочитаю. Ну давайте, сначала начнем с весны, я так понимаю. Да, мне осень, я и в живописи, в пейзаже, в живописном работаю в осенней тематике. Ну там цвета больше. Да, да, да. А то, что весной, один зеленый. Но он длится вот это, на этот момент, уловить начало октября, когда вот это оранжевый, красный, палевый, желтый. И даже синяя. Свет палитры такая яркая, мощнейшая идет, понимаете? Вот как у вас калейдоскоп на фоне вашем. Да, а весной все-таки в основном зеленый, разные виды зеленого. Да, да, да. Ну там тоже своя прелесть такая вот, спокойная такая. Вот, как говорит, мягкий пастельный весной. Ну и потом осень проставляет задуматься, наверное. Да, да. Весной как-то думать не хочется, весной хочется развлекаться. Ну все надо все равно чувствовать, все времена года их надо чувствовать. Ну давайте. Если ты не чувствуешь... Не получится. Да, будет плохо. От весны до осени. От весны до осени время пролетает. Липа медоносит, ясень доцветает. Шумно, перезвонно каркает ворона. Нагловато, смело, на осину села. Облака на небе, дни бегут упрямо. Вздрагивает верба в доминорной гамме. Люди суетятся, галки все галдят. Сумерки садятся на речную гвать. Облака на небе, словно птичья стая. Вздрагивает верба. Время пролетает. Вот теперь еще такой вопрос возникает. Мы же все живем практически в огромном городе. Или, скажем так, в огромном мегаполисе. И Москва, и Московская область. Такой регион, где... Да, есть леса, да, есть водоемы, да, есть усадьбы. Ну, есть некая такая старина. Но присутствуя в ней, приезжая, ты понимаешь, что это какой-то такой фрагмент, маленький фрагмент, выдернутый из вот этого огромного городского потока. Где вам удается найти вот эти строки и почувствовать, и, кстати, и как поэту, и как художнику, именно вот эту живую природу, где-то даже не тронутую человеком? Где? Или это все воображение? Он родился вот в Московской области, в Дальнем Подмосковье, в Северо-Запад Подмосковье, под Волкованском. Окраина, вот там, 5 километров до границы Тверской области, маленькой деревни, понимаете? Вот там еще вот это сохранено, вот до сих пор. Вот непосредственно такая вот... Не дошла туда еще. Да, да, вот. Это первый момент. Естественно, вот все идет от рождения, прежде всего. То, что видели, то, что запомнили. Вот детство, да, детство, там... Запах. Да, да, вот юность, юношеские горли. А второе – это присутствие вот Рязанщины, вот Рязанской области. Я вот тогда в последнее время там вот обитаю частенько. Ну, тут у вас с Есениным пересекается. Да, да, тут и Наке, там, и Наке тоже, вот там вот Спаско-Рязанский, вот районный городок. Сумасшедшие эти вот спуски к воде. Да, вот отсюда появился вот мой предпоследний сборник, пятый – Москва-Рязань, и вторым я – это Рязань-Москва, вот планирую, в планах у меня следующий будет. Это как поезд Москва-Рязань, Рязань-Москва, да? Двухтомник будет, вот. Рязань-Москва, это Москва-Рязань. Так, ну и давайте что-нибудь тогда прочтем из рязанского, скажем так, набора. Какое стихотворение предложите? Напомню, что у нас в студии Виктор Сергеевич Марков, поэт, художник, которому удается в наше такое бетонное время все-таки найти какие-то пейзажи или по памяти с помощью стихотворений строк их произвести по-другому. Напомнить нам о том, что в чем красота-то нашего человеческого состояния. Не в бетоне же, правильно? Итак. Из сборника Москва-Рязань В сентябре у вечера на грани Золотисто-желтою порой Я вчера вернулся из Рязани Будто дня осеннего герой Землю я копал, косой косил Травы поздние, последние Временами дождик моросил На мое наследие На рябине птицы восседали На дроздов похожие Прояснения люди ждали Улыбались синью дали Обещали день погожий Так, очень хорошо. А над чем вы сейчас работаете? Вот у вас есть сейчас... Во-первых, у вас одно какое-то всегда стихотворение, над которым вы работаете, или их может быть несколько? Вот я вот с этими рукописными рисками, например, сел, вот, начал в них смотреть, перечитывать, может быть, и в десятые, может быть, и в больший раз перечитывать, вот. Вижу недостаток. Надо эту строчку исправить. Исправил, нашел одну, вторую, дальше не идет. Я откладываю это, перехожу к другой, к другой рукописи, к другой записи. В другой картине, скажем так, да? Да, в другой, да, стихотворной картине. То же самое примерно происходит. Если иногда идет, то стихотворение складывается. Не идет я к другой, перехожу. И вот так вот. Это вот такая вот... Ну вот, а еще такой вопрос. Много же всяких форматов, да, есть стихотворение, есть четверостишье, есть поэма по-разному, есть целые, там, ну, скажем так, многосерийные, что ли, стихи. Да, да, да. Но вот вы больше пишете просто стихотворение, то есть некие фрагменты из жизни. Да, большие форматы, большим форматом, естественно, поэма является, вот, поэтическим форматом. Но вот я поэму задумал свою несколько лет назад под названием «Жизнь». Начал ее, но она остановилась. Так называется «Жизнь». Да, так называется «Жизнь». Предварительное название, да. Но потом она остановилась, вот, и вот «Гора-2» уже я к ней не возвращался. И это была бы поэма тоже пейзажная. Ну, такая, да, и философско-пейзажная была бы, вот, эта поэма. Хорошо. А вообще, вот, вы заговорили о формате стихотворном, вот, это высказывание я приведу дословно, Бориса, выдающегося русского поэта, Бориса Леонидовича Пастернака, который сказал, что оптимальный размер русского лирического стиха – это 8 строк. Это сказал выдающийся поэт Борис Пастернак, очень, считаю, мощный поэт. Ну, наверное, это тоже от времени зависит. Вот, 8 строк, русского лирического стиха, вот, 8 строк. А так 4, да, и можно вот, если он дальше не идет, можно как-то закольцевать, и вот, четверостиши оставить, оно будет как самостоятельным служить тоже, 4 строчки. Так же и 2 строчки даже пишутся. Ну, да. Давайте мы на финал прочтем стихотворение. Осеннее, да. Среди на осени и солнечные дни, неделю всю, Знать бабье лето, Клен золотой и тополь желтый, И речка темная, как на холсте, У левитана это. Сам холст беру, И тюдник кисти краски, И вдохновением мазок ложится На полотно Коричневом и красном На северном ветру. Среди на осени Слетает лист Багрянцем на зим, Светает, Темнеет раньше, Светает позже, Капусту квасят на зиму И размышляют в прозе. Прошла неделя, Завтра понедельник, Идти куда-то ехать надо будет, Встряхнём себя от лени, Отметим праздники На будущей неделе, А нынче погрузимся в будни. Ну вот, таким образом, мы из выходных, потому что поэзия всё-таки такая приятная погружение, Возвращаемся в будни. Виктор Сергеевич, спасибо вам большое за то, что пришли к нам на программу. Поэт, художник Виктор Марков почитали стихи, почувствовали себя в этом замечательном пейзажном состоянии. Каждый, наверное, может вспомнить какие-то свои картины и из детства, и из реальной жизни. Ну а мы вам желаем быстрее выхода очередного сборника. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин